Всем здорова! Прошу прощения за звук, просто сейчас нет возможности записать хороший звук, поэтому смотрим внимательно на замечательную посылку, которая мне пришла с JD.com. Давайте будем распаковывать. Дело в том, что по роду своей деятельности периодически мне необходимо вести съемки, как вы знаете. И, конечно же, для того, чтобы вести эти съемки максимально удобно, максимально оперативно, необходимо использовать что? Конечно же, штатив, ребят. И поэтому на JD было решено заказать вот такой вот штативчик. Компания Benro, это, наверное, один из лидеров по производству недорогих и качественных штативов в Китае. То есть, эта компания сама по себе родом из Китая. Делает оригинальную продукцию, не какие-то подделки или там копии. У них своя линейка продукции, очень широкая, и видеоштативы, и фотоштативы, и все, что угодно. Кстати, сейчас ведется съемка именно на камеру, которая установлена на данный штатив, на штатив от компании Benro. Вот так вот все это дело выглядит. Как всегда, JD, спасибо огромное за великолепное качество упаковки, восхитительное просто. Еще, помимо этого, все в пупырку обернуто. Но, несмотря на это, такой крупногабаритный товар все-таки, скорее всего, помялся. То есть, упаковка, скорее всего, помялась. Таможня это дело не досматривала, таможни штативы не интересны, поэтому давайте смотреть сами. Так, значит, этот штатив интересен тем, что он идет как бы универсальный. То есть, если у вас нет много денег для того, чтобы покупать отдельно видео и отдельно фотоштатив, и вообще у вас немного денег, то есть, ситуация как у меня, да, то можно прикупить что-то нейтральное. Это вот такой вот штатив для фото и видео. То есть, у него есть специальная рукоятка для подсъема видео. И, в общем-то, эта штука вполне себе универсальная. Понятное дело, что с профессиональными видеоштативами она не сравнится по надежности, по всему остальному. Но если бережно, аккуратно использовать, то это очень даже годный вариант. Именно такой вариант мне и нужен был. Ну что ж, давайте вскрывать. Здесь у нас тоже, помимо того, что вся упаковка заклеена была так, чтобы видно было, что ее не вскрывали. Еще и здесь скотчем все залеплено. Мне Benro нравится. То есть, я пользуюсь штативом Benro уже года, наверное, два, если не больше. А здесь сам штатив еще и поставляется вот с такой вот замечательной сумочкой. Или чехлом, как это правильнее назвать, я не знаю. Чехол, вот, собственно говоря, с логотипом Benro. Мне нравится, что у них такое синеватое все. То есть, это их такой фирменный стиль. Синие такие оттенки присутствуют среди черного. Это красиво. Удобная ручка, довольно широкая, большая. Ее можно держать как вот таким вот образом, так и вешать на плечо. К тому же, обратите внимание, регулируется высота. Очень удобно. Я считаю, что годно. Строчка четкая. К тому же, здесь я уже вижу, что много места. И можно будет что-нибудь еще дополнительно сюда установить. Ну что ж, вот он наш красавец. Вот он наш видеофотоштатив. Ну, естественно, никаких запахов, ничего здесь нет мерзкого. Ну, что это все-таки нормальная фирма, которая беспокоится о качестве. Это не подвал. Итак, ребята, здесь все на китайском. Какой-то буклетик небольшой. То есть, он нам не нужен. Инструкция нам, по сути, тоже не нужна. Потому что, что такое штатив? Это устройство, которое вы разобрали, собрали. И все, тут особо никаких фишек нет. Давайте посмотрим по характеристикам. Значит, четырехсекционный он. То есть, получается, довольно широкий диапазон по сборке и разборке. Максимальная высота 1450 миллиметров. Минимальная высота, получается, 485 миллиметров. И три пути у нас регулирования, я так подозреваю. Да, то есть, здесь просто нужно было вот так вот нажать. И все. Очень жестко стоит. То есть, я бы сказал, что очень-очень будет устойчивый даже при ветре. Здесь очень толстые такие стенки. Прям вот бьешь и чувствуешь, что здесь нормальный прочный металл. Вот, собственно говоря, наша рукоятка, которая позволяет регулировать головку с камерой. Здесь такой блокиратор небольшой. Отдельный обзор этого штатива будет. Я расскажу его в возможностях подробнее о том, как он может снимать. Покажу примеры съемки. И, в общем-то, все будет в подробном обзоре. Сейчас это всего лишь первое впечатление. Это площадка пластиковая. Никакой прорезиненности здесь нет. Ну и, понятное дело, это все-таки бюджетка. Поэтому о каких-то премиальных вещах здесь речи быть не может. Металлический болт. И здесь пластиковая такая вот насадочка на него, чтобы все это дело подкрутить. Есть уровень. Насколько он точный, я, честно говоря, сказать не смогу. В общем-то, почему заказывал на GD? Да потому что все просто. Там была самая низкая цена. И там была бесплатная доставка. На Алиэкспрессе в мою страну доставка была по 5, по 15, по 10 долларов. То есть, где была доставка 5 долларов, там была конская цена. Где была доставка 15 долларов, там была невысокая цена. Ну, в любом случае, все это было очень дорого. Ну, в общем-то, давайте я его сейчас соберу. Нацеплю сюда свою зеркалку. И покажу, как он выглядит со стороны. Вот, в общем-то, он в разложенном состоянии. Что мне сразу понравилось, это то, что очень легкий ход у выдвижного механизма. Очень прочная конструкция в том плане, что он не шатается. Он очень устойчивый. То есть, когда вы его полностью разложите, даже вот на, казалось бы, тонких вот этих коленях, нет никакой вибрации, ничего. Ну, вот кто связывался хоть немного с дешевыми штативами, тот понимает, о чем я говорю. Что мне сразу не понравилось, это то, что, конечно, предъявлять сильно такие требования серьезные к нему мы не будем. Но, на самом деле, если вы собираетесь снимать более профессиональные видео, то начинать с такого штатива нельзя. Это больше любительский, либо какой-то такой начальный профессиональный уровень. Почему? Потому что, вот обратите внимание, все-таки камера немного шевелится. Я не знаю, в профессиональных штативах есть такое или нет, но мне что-то подсказывает, что такого быть не должно. Может быть, я ошибаюсь. То есть, когда вы будете работать с этим штативом, вам нужно быть очень аккуратным. Он вам уже не позволит, скажем так, снимать, как вы захотите, в любом состоянии, в любых условиях. Этот штатив все-таки подразумевает, что вам нужно иметь ровные руки и учитывать различные обстоятельства. Что здесь есть из возможностей? Возможностей, на самом деле, много. Единственное, что его отличает от профессионального, это то, что элементы, которые могли бы быть металлическими, они сделаны из пластика. То есть, какие-то крепления, шарниры и прочее. Но основные базовые узлы здесь все равно остаются металлическими. Поэтому, по надежности, я думаю, что он будет довольно неплох. Что мне понравилось, кстати, насчет устойчивости, это то, что у него очень широкий такой охват. То есть, точка, на которой он стоит, она очень большая. Поэтому, я так думаю, что это позволит ему даже при сильных порывах ветра быть довольно устойчивым. Так вот, первая функция это вот такое вот откидывание. То есть, вы можете снимать вертикальные видео. Для кого-то это нужно, для каких-то идей это нужно. Может быть, это какая-то идея для снимков и прочего. Для видео, я не знаю, для видео, может быть, это не перспективно, но для фото, я 100% уверен, это очень полезная опция. Дальше, стандартно, вот этой вот крутилкой вы можете, собственно говоря, вот этой вот крутилкой ослабить вот этот ползунок и вот так вот двигать камеру. Я сейчас поближе покажу, и вы все поймете. Дальше, ослабив вот эту вот ручку, вы можете уже двигать камеру вот таким вот образом. Я проверил по плавности, это то, что мне нужно. У меня руки растут из нужного места, поэтому я думаю, что у меня получится более интересно подходить к видео, к тем работам, которые я делаю. И, в общем-то, тут уже дело за мной лично. Есть еще одна крутилка, это вот эта. Она освобождает у нас вот такой вот рычажок, с помощью которого можно камеру двигать выше либо ниже. Насчет профессиональной видеосъемки вниз-вверх, я думаю, что эта опция не совсем корректна, то есть пользоваться ей невозможно, потому что, когда вы поднимаете камеру, она дрожит. То есть, такое видео, такой контент, как бы делать никуда не годится. А если в плане, допустим, подправить просто положение камеры, то это вполне себе годный и сносный инструмент. Но, в любом случае, все, как бы дело уже за вами. Сейчас покажу немножко вблизи, как это все делается, как это настраивается. Всем спасибо за просмотр. Продолжаю тестирование этого штатива. Надеюсь, он мне послужит верой и правдой. Если интересно, то полный обзор будет. Я расскажу о том, как с ним мне удавалось работать в сложных обстоятельствах. То есть, когда ветрено, когда, может быть, неровная поверхность и прочее. Как он себя проявил, может быть, через месяц использования. Так что, здесь, на этом основном канале, вы сможете увидеть полный обзор этого штатива. По поводу того, сломалось что-то или нет. Это тоже очень важно, потому что многие элементы сделаны из пластика. Но, на самом деле, это идеальный вариант для тех, у кого вот нет много денег, но очень нужен универсальный штатив. Я уже об этом говорил, но повторюсь, потому что это действительно очень важный момент. Хороший видеоштатив стоит от 150 долларов. Но это по моим лично амбициям. То есть, если бы я себе брал видеоштатив, это штатив, который стоил бы 150, 200, 250 и выше. Но таких денег у меня на штатив нет, поэтому было решено прикупить что-то подобное. Подписывайтесь на канал, не забудьте поддержать это видео, если оно вам понравилось. Обязательно захотите на второй канал, там опыт использования различных устройств, девайсов, различные интересные другие видео. Ну и, конечно, захотите в группу ВКонтакте, там новости из мира технологий, купоны, скидки и прочее. Вам желаю всего наилучшего. Обязательно подписывайтесь на инстаграм, там море интересных фоток и каких-то новостей. На этом у меня все. Всем добра и пока.